И мы продолжаем. И мы продолжаем. И мы продолжаем. Если бы это подписало тысячи человек, в любом случае надо было бы отнестись внимательно. Да, цифры, да, цифрами, пока этих подписей экстезически никто не видел. То есть этот фонд декларирует, что они получили 30 тысяч. Ну, наверное, опубликуют рано или поздно, тогда поговорим. Ну, в общем, эта дискуссия вызвана отчасти простимулированной еще и тем, что у нас в Европе сейчас в последнее время все больше останутся государств, которые, в общем, юридически поддерживают, по крайней мере, стремятся к тому, чтобы поддержать регистрацию однополых браков. Как вам кажется эта тенденция? Она действительно дойдет и до нас, и мы можем в ближайшем будущем обсуждать это уже совсем серьезно? Я думаю, что, скорее всего, дойдет. Уже постепенно она входит в нашу страну и довольно сильно нас касается, раз об этом уже говорят, собирает подписи, идет какое-то нагнетение обстановки. А что вы думаете относительно этой кампании, то есть относительно этой петиции? Вы получали такую бумагу? Я получала такую бумагу, но я, честно говоря, не заполняла и не вглядывалась в нее. Я уже узнала от людей, с которыми я жила, о том, что пришла такая бумага. То есть я даже, честно говоря, была не в курсе, что проходит такая акция, что присылают бумажки с просьбой, вот, выскажитесь по этому поводу и поставьте свое имя. Но вы бы, если бы вы ознакомились с этими бумагами, вы бы как ответили на вопрос, поставленный перед вами? Я думаю, что я бы не стала, наверное, заполнять никаким образом эти бумаги. А что касается моего личного мнения по этому поводу, то я считаю, make love, not war. И все люди имеют право на то, чтобы любить. То есть вы за регистрацию? Я не могу сказать, что я яростная сторонница, что да, нужно зарегистрировать. Я отчасти понимаю, что это связано с определенными какими-то формальными проблемами. И в связи с ними нужно этим людям иметь документальное подтверждение своих отношений, чтобы... Потому что их все-таки меньше, и они все-таки менее защищены, в отличие от, скажем, гетеросексуальных пар. Евгений, почему так получается, что гетеросексуальные пары в последнее время, в общем, часто предпочитают не регистрировать свои взаимоотношения, а пары, которые с нетрадиционными сексуальными ориентациями, они хотят регистрации. Почему? Мне трудно ответить на этот вопрос, но я думаю, потому что институт брака вообще, в принципе, как-то его ценность изменяется в современном обществе. Может быть, ему не уделяется такого большого внимания, как это было там 50-100 лет назад. Ну, вы знаете, с гетеросексуальными парами это более понятно. Объясните, почему однополые пары желают регистрации? Ну, видите, в принципе, люди имеют право и могут хотеть жить в постоянных отношениях, которые каким-то образом обозначены. Это какой-то сигнал дать обществу, друг другу, наконец. Это, наверное, те же самые причины, почему и гетеросексуальные пары регистрируют все-таки иногда свои отношения, несмотря на снижение популярности института брака. Я думаю, что причины одинаковые. Но юридический статус в данном случае, он что дает? В данном случае, если мы говорим о том законопроекте, который разработала рабочая группа в Министерстве юстиции, он, кстати говоря, нейтрален. То есть он касается как однополых возможных союзов, так и союз между мужчиной и женщиной. Но это менее интенсивная юридическая защита этого союза по сравнению с институтом брака. То есть люди живут вместе, их отношения защищены чуть больше, если бы они вообще никак не регистрировали. Но по сравнению с браком этот институт менее интенсивен. Но, в принципе, это дает возможность. Я не знаю, если один партнер попадает в больницу, другой партнер может его решать какие-то вопросы, связанные с... Отключать или не отключать его от прибора жизнеобеспечения или какие-то такие. Но, в общем, по-человечески очень важные все-таки вещи для людей, которые живут фактически одной семьей. И вот для того, чтобы юридически им эти права обеспечить, а, собственно, в Эстонии и во многих других странах применяется этот институт. Выходит, что однополые пары более юридически подкованы, чем гетеросексуальные. Скажите, вот эта петиция... Трудно сделать такой вывод. Вот эта петиция, она на самом деле нарушает права определенной части граждан нашего общества? И вообще, насколько нарушены у нас права однополых пар? Что касается петиции, то сбор подписей и вообще любое выражение гражданской позиции, это конституционное право граждан, то есть можно выражать любую позицию, собирать подписи и так далее. Что касается однополых пар, да, безусловно. То есть они не могут сегодня добиться юридической защиты своих отношений таким образом и заключить какой-то гражданский союз. То есть то, что этого нет, конечно, в европейской юридической модели, это не совсем нормальная ситуация. Как вы считаете, может быть, это тема, к которой наше общество еще, в общем-то, не готова, и мы еще не созрели для того, чтобы предоставить одинаковые права, в том числе и для регистрации брака однополым парам и парам гетеросексуальным? Я думаю, что, скорее всего, это причина как раз-таки в неготовности, потому что очень много людей, они таких закоренелых каких-то, я бы даже сказала, наверное, обледенелых каких-то таких взглядов на жизнь и такие консервативные взгляды, что вот есть черное, есть белое, значит, должно быть так и должно быть так. И на Западе в этом плане как-то все более спокойно к этому относится. А как вы считаете, чем наше общество сегодня нарушает права однополых союзов? Ну, вот так вот конкретно я не могу сказать. Просто дело в том, что мне кажется, очень много придается внимания этой проблеме, на самом деле, ну, она есть, ее нужно решать, но не стоит делать из этого очень много, я бы даже сказала, может быть, пафоса, может быть, это неправильно будет сказано. Есть проблемы, которые нужно решать более интенсивно, не уходя от решения этой проблемы, но не знаю, что добавить. Вы сказали, что вы за регистрацию, но с оговорками, а вы, Евгений, тоже за возможность регистрации однополых союзов? Лично моя позиция, она не представляет никакую организацию, я вообще за то, что можно было бы изменить закон о семье и, в принципе, разрешить заключать браки людям как одного пола, так и мужчинам и женщинам. То есть я за то, что в восьми странах Европейского союза уже применяется. Но здесь есть отдельная тема, которая вытекает из возможной регистрации браков, это усыновление детей. Каких позиций придерживаетесь в этой теме? Я думаю, что усыновление детей – это такая тема, к которой мы можем возвращаться тогда, когда общество будет принимать этот тип семьи. Сегодня опросы показывают, что порядка, может быть, 20-30% наших сограждан толерантно относятся к таким семьям. Соответственно, они не будут подвергать дискриминации детей, происходящих из этих семей. Я думаю, что мы должны здесь, наверное, еще немного поработать над тем, чтобы общество было как бы более готово к восприятию. Мы говорим об обществе. А вам не кажется, что это действительно не очень было бы логично, решить за ребенка, что он будет расти в семье, где родители представляют один доджи-бул? Давайте себе представим ситуацию, которая у нас достаточно много в Эстонии возникала. Это было в прессе, например, когда там мать-одиночка в какой-то момент вступает в отношения с другой женщиной, и эта другая женщина тоже, например, могла бы усыновить, удочерить ребенка вот той женщины. И как бы они живут вместе, они живут одной семьей, и почему, наконец, у этого ребенка не могло бы быть двух родителей? Две мамы. Две мамы? Ну, почему не видимо? А вы считаете, что детей можно было бы усыновлять с таким вот паром? Ну, в этом плане я соглашусь с Евгением, что нужно еще провести какую-то работу, чтобы общество после не дискриминировало этих детей, которые выросли в таких семьях. Что касается усыновления, мне кажется, что если сравнивать, вот подумать, где будет лучше ребенку, расти в семье, где его будут любить, где он будет получать внимание и заботу, или же он будет расти в детском доме. Все прекрасно знают, что там условия, пусть и есть условия неплохие, но все же это не то, когда ты растешь в семье. А вам не кажется, что, в общем, достаточно много действительно обсуждается этой темы, и, может быть, нам пора защищать как раз традиционную семью, потому что сейчас пропаганда традиционных позиций в семье значительно меньше, чем пропаганды тех же самых гей-движений или вот однополых союзов? Я абсолютно убежден в том, что защищать нужно традиционные семейные ценности. А это любовь, забота о ближнем, забота о детях, моногамии и так далее. И это не исключает ни гетеросексуальную модель семьи, ни гомосексуальную модель семьи. Абсолютно не исключает. Поэтому я соглашусь тоже с позицией, которую вы высказали в начале, Make Love Not For. Абсолютно. А какая у вас личная связь с этой темой? Почему вы сегодня решили прийти и защитить именно эту позицию? Меня пригласили, а потом Центр по правам человека в Эстонии много лет занимается мониторингом этой тематики. Мы в конце апреля сейчас снова предлагаем наш годовой отчет по справедению прав человека в Эстонии. И отдельная его глава посвящена правам ЛГБТ. А вы почему решили ответить на эти вопросы? Ну, во-первых, меня тоже пригласили. А во-вторых, в моем окружении так сложилось, что есть люди, которые представляют сексуальные меньшинства. И я просто общаясь с ними, понимаю, что все-таки, несмотря на то, что более-менее как-то сейчас ситуация сложилась в лучшую сторону все-таки, на их стороне все-таки больше, чем раньше, и тем не менее они испытывают очень много сложностей, и дискриминация, она все-таки существует, как в школе и везде в обществе. И им сложно, и поэтому я решила, что почему бы нет. Что бы вы в финале сказали тем людям, которых так сильно раздражает эта тема? Я, наверное, бы сказала им, чтобы каждый занимался собой, и есть вещи гораздо важнее, чем решать проблемы других. Ну, а в завершение хотелось бы сказать, что у нас сегодня был вопрос для голосования, который звучал таким образом, поддерживаете ли вы однополые браки, и 77, то есть почти 80% наших телезрителей ответили, что нет, они не поддерживают, то есть не готовы еще пока наше общество, видимо. Ну, спасибо вам большое за то, что вы попробовали сегодня ответить на уже знакомые вам вопросы. Ну, и мы продолжим через несколько минут. У нас в студии будет чемпион, многократный чемпион Эстонии, чемпион Европы по спортивным танцам Эдуард Коротин. Субтитры подогнал «Симон»!